После первой светлой пасхальной седмицы, не случайно Церковь предлагает нам обратить свои духовные взоры к подвигу святого апостола Фомы. В народе его называют неверующим. Да и часто мы слышим с вами, вот ты, Фома, неверующий. Но мне хотелось бы сегодня сказать немножечко о другом относительно этого великого апостола. Но вспомним, что когда Иисус Христос шел воскресить Лазаря, а апостолы стояли рядом с Ним, кто-то даже предупреждал Его, ведь иудеи ищут тебя убить, куда ты идешь. И вот здесь Фома говорит, пойдемте и мы умрем вместе с Ним. Обратим на это внимание, Христос не забыл такой ревности, такого желания быть со Христом даже до смерти. И вот тогда, когда Христос воскрес и явился своим учеником в Сионской горнице, они собрались там сразу в первый день после Пасхи, а среди них не было апостола Фомы. И вот тогда-то, как раз таки Христос, войдя дверями затворенными, то есть Он прошел сквозь преграды естественного физического мира и сказал своим ученикам, мир вам. И дает благословение на то, чтобы ученики отныне прощали грехи тем, кому они простят грехи, простятся, на ком оставят, на том останутся. И здесь не было апостола Фомы. Удивленные апостолы, когда Фома потом пришел, говорили ему о том, что они видели Господа Воскресшего, но он не поверил им. Обратим свое внимание. Он не поверил апостолам, которые сказали, мы видели Господа Воскресшего, но двери их горниц были заперты. И он как бы задавал себе вопрос, если Христос действительно воскрес, то чего теперь нам бояться? Зачем нам закрывать двери? Если смерть побеждена, то радость жизни торжествует. Почему вы так боязливы? Почему вы боитесь, что вас настигнут, заключат в темницу и, может быть, даже убьют? Вот почему не поверил Фома апостолам. Он увидел в их глазах сомнение, страх. А потому и сказал, пока не вложу перста моего в раны от гвоздей, пока не увижу и пока не вложу руки моей в ребра его, не поверю. Это скорее можно отнести к не его неверию, а к его ревностному исканию, подтверждению веры своей. И вот на восьмой день, когда все апостолы, включая и Фому, были собраны снова вместе в Сионской горнице, и снова были, конечно же, заперты изнутри, потому что они боялись, как сказано в Евангелии, страха ради иудейского, потому что все искали не только Иисуса Христа, которого пригвоздили ко Кресту, но и последователей этого учения. И поэтому ученики, конечно же, боялись, закрывшись в Сионской горнице. И вот им, тогда еще боящимся, снова является Христос. И снова с теми же словами, мир вам. И вот тут происходит самое главное в жизни Фомы, которая перевернет всю его жизнь. Он видит воскресшего Господа. Он видит и глазам своим не верит. Он видит перед собою человека Христа. И вот мне хотелось бы, дорогие, напомнить вам, что как только в сердце каждого из нас постучится сомнение, а не надо думать, что мы всегда глубоко верующие и на высоте Духа живем в этом современном соблазнительном мире, где вера уходит на периферию жизни. Как только постучится неверие в наше сердце, вспомним эту сцену, это событие, когда Фома вдруг увидел самого Иисуса Христа, воскресшего, и был потрясен словами, которые сказал Христос. «Фома, дай мне перст твой и вложи в раны от гвоздей, дай мне руку твою и вложи в ребра мои, и не будь неверующим, но верующим». И вот тут Фома восклицает «Господь мой и Бог мой». И слышит в ответ «Фома, ты поверил, потому что увидел, но истинно, истинно говорю вам», сказал Христос. «Блаженны те, которые не увидят, но уверуют». Какие удивительные слова. Нужно обратить внимание, почему Христос говорит дважды «истинно, истинно, говорю вам». Эти слова по толкованию святых отцов относятся, во-первых, к уму человеку, а во-вторых, к жизни. Ты должен, во-первых, понять истину, а потом, если ты во второй раз услышал «истинно, истинно говорю вам», то если ты понял умом, то следуй теперь за Христом всей своей жизни. Именно этими словами заканчивается сегодня эта удивительная Евангелие. Евангелие о том, что многое другое сотворил Иисус, что если писать о том подробно и всему миру не вместить в написанных книг. Но сие же написано, дабы вы веровали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его. Какое удивительное Евангелие, не правда ли? Как многом оно учит не Фому. Вместе с Фомой оно учит каждого из нас. Не сомневайся. Если ты проявишь ревность, даже еще не зная Бога, Бог не забудет тебе твоего ревностного желания Ему послужить. И это первый урок из сегодняшнего благовестия евангельского. Второй. Если ты сомневаешься, то ты можешь просить у Господа. Теми же словами, как уверился некий отец одного больного ребенка. Верую, Господи, помоги моему неверию. Я и верю, и не верю. И верю, и сомневаюсь. Но никто не верит. Вокруг все живут без Бога. А я стараюсь идти этой дорогой. И как непросто мне, Господи. Помоги моему неверию. И Господь обязательно поможет. Явит тебе и скажет. Ты поверил, потому что увидел. Но напомнит тем, которые не ищут подтверждения глазам своим своей вере. А верят в сердце. Потому что блаженны те, которые не увидят, но уверуют. Вот те, кто верят сердцем, они блаженнее тех, которые видят и верят. Вот чудо увидел человек и поверил в Бога. А другой человек не видел чудо, но сердцем понял, что весь мир, все то, что меня окружает, это Божие творение. И славит Господа. И верит в Него. Ну а завершить мне хотелось бы тем, что апостол Фома, в защиту которого, скажу несколько слов, он дошел в своей проповедью больше и дальше других апостолов. Он дошел аж до самой Индии. В то время Индия включала в себе и Малую Азию, и Афганистан. Вот представляете, где он среди этих диких народов проповедовал Христа, воскресшего. Так как он его видел, он видел и вложил пальцы в его раны. Это говорит о том, что Христос воскрес плотью. Это не был дух. Это не был ангел. Это был воскресший, преображенный Христос, которого осязали, к которому прикасались апостолы и свидетельствовали, что мы видели и прикасались к нему, что он воистину воскрес. А так как апостол был участником и божественной литургии, и первой Евхаристии, то литургию апостол возлюбил более всего в своем служении. Где он не оказался, он служил литургию. И вот когда он прибыл в Индию, там, в одном из селений, он обратил в вере в Бога правительскую жену и его отрока, которого исцелил от очень тяжкой болезни. И вот после этого правитель, вознегодовав на апостола, приказал заключить его в темницу, но апостол Фома удивительным образом принесли заключение, заключенные принесли вино, принесли хлеб, и он, будучи в темнице, зная, что его ждет неминуемая смерть, он совершил литургию и причастил заключенных. Его вывели из темницы за стены города и там казнили по приказу этого правителя. Как сказано в житии, его пронзили копьями. Кто-то говорит, что ударов было больше тридцати. Вот так свою веру во Христа засвидетельствовал Фома, которого, ну никак после этого неверующим не назовешь. Давайте же и мы, дорогие, верить, даже если сомневаемся. А если сомневаемся, просите у Господа укрепления. Давайте любить божественную литургию, как возлюбил его и ее Фома. И даже в страшных застенках заключения причащался и причащал тех, кто уверовал во Христа. И давайте самое главное верить в победу жизни над смертью. В победу Иисуса Христа над силами тьмы. В победу этого великого добра над вселенским злом. И тогда и мы с вами на своей жизни убедимся, что все, что мы прочитали в Евангелии, лишь только укрепит нашу веру в то, что воскресший Христос есть Сын Бога Живада. И веруя отныне, будем иметь жизнь во имя Его. Аминь.